здесь скулы ну хорошие и нехорошие до школы хорошие но они слегка под съехавшие но если их увеличивать да мы мы сделаем вот здесь как раз таки я почему и сказала изобелки на орбиту если будет записались на орбиту еще не записалась но на год у нас прямо пациент на орбитальную область редко бывает такое что вот прям сразу мне хочется полезть прям на орбиту до обычно мы как делаем сначала мы корректируем скуловую область щёчную скуловую да с целью тоже вот и щёчную скуловую бу разду мы сразу затрагиваем но здесь явное смещение ткани смотрите уже идет и скелетизация орбиты причем мало того что своя пигментация но здесь у нас елена склонная она рыженькая ну изначально до веснушечки все и также у нас пигментация есть под в подглазничной области но здесь прямо напрашивается коррекция как таковых противопоказаний как раз таки нет замечательный пациент то есть у нас нет выраженных крыжевых выпячиваний отечной ну вот здесь малярный жир может быть слегка под отечный но это не такой прям критичный момент то здесь нам показана работа именно с орбитальной областью смотрите да прям вот орбита у нас просится просится а затем когда мы сделаем орбиту она сравняется с со скуловой областью потому что в принципе можно было бы довести вот здесь препарат но проблемы орбиты это бы не решила потому что здесь выражены именно слезная пальпобромолярная борозды которые сделав скулу мы не решим не уберем кардинально эти проблемы вот поэтому здесь как раз таки орбиту мы можем сделать а скуловую область принципе нет но там последовая конечно можно было бы по чуть-чуть по полмиллилитра но это уже в принципе вопрос но здесь безусловно мы будем сегодня делать носогубные складки а